Здравствуйте, мои дорогие. Это еще один урок подавления и манипулирования. Каждого ребенка отвлекают, сбивают с толку. Поэтому глупостей так много. На самом деле просто чудо, что некоторым людям удалось сбежать из этой тюрьмы. Бунде, Заратустрия, Лао-Дзе, Иисусу, Пифагору. Очень немногим. Почти невозможно бежать из этой тюрьмы, потому что тюрьма всюду вокруг. И она начинается с самого начала. С самого детства вас обусловливают быть заключенным. Христианин, индуист, мусульманин. Все это тюрьмы. А если вы становитесь заключенными церквей, нацией, рас, тогда, естественно, последует насилие. Ни одно животное так ненасильственно, как человек. Животное убивает только, когда они голодны. Никогда не по-другому. Человек – единственное животное, которое наслаждается тем, чтобы убивать без всякой причины. Словно само по себе убийство – радостная деятельность. Однажды в ресторан вошли лев и заяц. Управляющий был потрясен. Никто не мог поверить своим глазам. В ресторане воцарилась полная тишина. Многие люди ели, пили, болтали. Все абсолютно стихло. Что происходит? Управляющий поспешит к новым посетителям. Заглядающийся языком он спросил у заяца. Что вам угодно, сэ? Заяц спросил кофе. Управляющий сказал. А что угодно вашему другу? Заяц смеялся. Неужели вы думаете, что если бы он был голоден, я был бы здесь? Он не голоден. Иначе бы он позавтракал, и меня бы здесь не было. Мы можем быть вместе только, когда он не голоден. Лев не станет убивать, если он не голоден. Только человек убивает совершенно без причины, ради глупых идей. Убийство можно понять. Если кто-то голоден, это можно понять. Но нельзя понять Хиросиму и Нагасаки. Уничтожение сотни тысяч людей за три минуты. И только ради случаев радости уничтожения. Это происходит, потому что мы не позволяем разуму человеку расцвести. И каждый раз, когда происходило так, что в каком-то обществе разума была позволена некоторая свобода, это общество становилось слабее других обществ. Это случилось в Индии. Индии угнетали две тысячи лет по многим причинам. Одной из причин была Великая Революция, произведенная Кришной, Патанджале, Сарахой, Махавирой, Буддой. Эти люди произвели такую Великую Революцию, такую радикальную перемену в сознании Индии, что многие люди оказались освобожденными из оков глупости. Был освобожден огромный радум. Результатом стало то, что разумные люди прекратили убивать. Стали ненасильственными. Они стали отказываться служить в армии. Буддисты и джайны отказывались служить в армии. Бранины отказывались служить в армии. Теперь они стали сливками общества. И сливки отказались сожжаться. Тогда очень глупые страны и совершенно обычные народы, гунны, тюрки, монголы, отставили во всех возможных смыслах, опустершили страну. И поскольку у самых разумных людей малышевого поколения больше не интересовали убийство и насилие, не было никакого сопротивления, никакой борьбы. Обычные народы покорили эту страну. Большая страна оказалась завоевана маленькими странами. Две тысячи лет Индия оставалась уменьшенной по простой причине. То же самое случилось в Афинах. Сократ, Платон, Аристотель, Пифагор, Гераклит. Эти люди дали начало огромному разуму и был создан климат свободы, свободной мысли. Это было одно из самых красивых явлений, пришедших на Земле. И оно было разрушено глупыми народами, окружавшими эту цивилизацию. Вся греческая цивилизация исчезла. Мое собственное предложение состоит в том, чтобы мы создали всемирное правительство. И пока оно не будет создано, позволить существовать разуму будет нельзя. Пришло время для всемирного правительства. Национальное правительство больше не нужны. Они принадлежат прошлому, остается частью глупого прошлого. Наций больше не нужны. Только всемирное правительство. И если будет создано всемирное правительство, у него будет совершенно другое качество. Армии придется уменьшить, потому что не будет никакой речи о том, чтобы кто-то с кем-то сражался. Сейчас во всем мире 70% денег, благосостояния, ресурсов, уходит на военных и вооружение. 70%. Только 30% остается на другие цели. Это означает, что 70% нашей энергии освещается тому, чтобы убивать, быть насильственными, быть разрушительными. Всемирное правительство абсолютно необходимо, чтобы спасти человечество. И качество всемирного правительства будет совершенно другим. Потому что ему не понадобятся огромные армии. Небольших сил полиции будет достаточно. О них будут заботиться, как о почте, о железной дороге, самолетах и тому подобное. Но они не разрушительны. Они служат людям. И как только армии исчезнут из мира, будет она начало огромному разуму. И я тоже думаю, что скоро таки будет начало уже положено. Это говорит о том, что президенты разных стран не могут найти вообще какой-то взаимовыгодный выход из положения различных ситуаций. Поэтому скоро будет единственная структура Евросоюз уже есть. Скоро будет Европрезидент. И я так полагаю, там будет, не будет, кто узнает. До скорых конечных следующих роликов встретимся.